Как сделать Курск комфортнее? Спросите об этом жителей. Неравнодушные к судьбе своей малой родины собрались в СКК на форуме активных горожан. Перед участниками выступил глава региона Александр Михайлов отметил, что успехи Курской области невозможно было бы представить без сплоченной работы как простых курян, так и представителей всех уровней власти, от губернатора до президента страны. Форум активных горожан собрал тех, кто готов бороться за лучший Курск. Без общего решения жильцов дому не войти в программу капитального ремонта, а двору не обрести вторую жизнь. Не появится детской площадки и новым парковочным местам. Без хозяина даже лампочки в подъезде гореть не будут. Участники форума, пенсионеры, рабочие, предприниматели, учителя, врачи, все говорят, трудно не заметить положительных изменений в областном центре. Облагораживались наши дворы, поставили нам палисадники новые, скамеечки, покрасили подъезды, улучшили помойку, сделали детскую площадку у нас во дворе, так что у нас происходят большие изменения. Майские указы Владимира Путина – своеобразный компас для властей в регионах. Какие задачи решать в первую очередь? Партийные проекты как раз воплощение идей в жизнь. И результаты есть. За пять лет построено 13 детских садов, ликвидирована очередь в дошкольные учреждения, возводятся школы и спортивные площадки. Сегодня смотрит того, что удалось сделать, сегодня отчет своеобразный перед городским активом. Сегодня, я думаю, многие поняли, что такое, наконец, спортивные проекты. Они реально сейчас функционируют, они дают реальные плоды. Глава области отметил, даже в трудное время не был закрыт ни один значимый проект. Это касается и инвестиций в реальный сектор экономики. В 2017-м будет вложено 90 миллиардов рублей, в 2018-м объемы сохранятся, а промышленную карту дополнят 17 новых производств. Это пример того, как решается задача, не раз озвученная президентом – воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы восстановить утерянные позиции в экономике. Наша область способна работать не хуже, чем рядом расположенные регионы. То есть развеяли этот миф, оставшийся после конца 90-х годов. А это не может сделать один человек, кто бы он ни был. Это делает общество. Поэтому наша главная задача всегда была, есть и, надеюсь, останется таковой – это консолидировать людей, а не разобщать их. Если вы решили быть в числе активных горожан, не стоит пренебрегать своим гражданским правом и прийти 10 сентября на выборы. Судьба Курска зависит от неравнодушных людей. Тарас Степаненко, Андрей Дегтярев, телеканал СЕИМ.